Справимся сами. Главный лозунг текущей российской экономики. Решить проблему импортозамещения пытаются лучшие умы страны. С марта 2022 года более ста иностранных компаний прекратили свою деятельность в России. По техническим причинам вход в наш магазин ИКИ сегодня в Луле не осуществляется. Пожалуйста, не стойте в очередь. Некоторые из них ушли громко, доставив нам некоторые неудобства. Например, Apple Pay. Многие привыкли к тому, что расплачиваться можно телефоном. Сейчас же приходится снова использовать пластиковые карты, ну или пользоваться вот такими приспособлениями. На полках магазинов привычные напитки Coca-Cola и Fanta стали добрыми. Сами магазины, например, Lego превратились в меры кубиков, а McDonald's теперь вкусно и точка. Этим надо просто гордиться, это же хорошо. Зачем изобретать велосипед, когда можно сразу взять велосипед и на него что-то уже пристраивать? Складывается впечатление, что мы нашли альтернативу ушедшим товарам. Но как на самом деле обстоят дела с импортозамещением в России? Что именно и чем мы замещаем? И что можно заменить, а что нет? Разбираемся в этом видео. Вы смотрите «Это не так». Меня зовут Кагершин Сагеева. И мы начинаем. Россия уже на протяжении 9 лет активно занимается импортозамещением. Еще в 2014 году западные страны впервые ввели санкции против нашей страны. Но после начала СВО количество введенных против России санкций увеличилось. Россия стала лидером по этому показателю и обогнала даже Иран. Именно в этот момент импортозамещение получило новый виток. Новости о нем и выступления депутатов стали громче и заметнее. Иностранные компании начали массово уходить из страны, а отечественные предприятия начали заполнять опустевший рынок. Сейчас промышленный комплекс России зависит от импорта почти на 40%. Этот показатель ниже, чем в Германии и США. Другое дело, что санкции, введенные за последние годы, сделали этот импорт почти невозможным. Как результат, объем промышленного производства за 2022 год заметно сократился по сравнению с предыдущим. Больше всего пострадали автомобильная и химическая промышленность. Как оказалось, эти отрасли являлись наиболее зависимыми от иностранных высокотехнологичных компонентов. Автомобильный рынок в стране изменился больше всех остальных. За последний год целый ряд крупных компаний покинули Россию. Первым из них стал автопроизводитель Renault. Его активы перешли в руки государства, а на его мощностях был открыт завод «Москвич». Затем ушли и другие марки – «Лексус», «Ниссаны», «Мерседес-Бенц» и так далее. Их производства при этом в стране остались. Доступ к ним так или иначе предоставили отечественным производителям и поставили задачу – заместить российской продукции, опустивший рынок. Выяснилось, что наш бизнес уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления, виды деятельности, те предприятия, которые освобождаются теми нашими партнерами, которые приняли решение выходить из России. Легко! Чтобы в этом преуспеть, правительство снизило требования к выпускаемой продукции на рынке автопрома. Появилось новое понятие – упрощенные автомобили. Теперь производителям, чтобы не дожидаться дефицитных запчастей, которые в стране не производят, разрешено выпускать автомобили без них, а именно – без антиблокировочной системы тормозов и без системы контроля устойчивости. Именно отсутствие высокотехнологичных компонентов в России и невозможность их импортирования стала главной проблемой для российских производителей. Яркий пример этого – прошлогодний дефицит бумаги. В феврале 2022 года бумага начала пропадать с прилавков, в интернете перекупщики стали продавать ее за большие суммы, а офисные предприятия по всей стране начали использовать пожелтевшую бумагу. Девушка, а нельзя все это завернуть в два слоя бумаги, а то нам далеко не стиль. С бумагой в стране напряженка. Но как страна, территория которой на 45% состоит из лесов, может остаться без продукта лесопромышленного производства? Ответ все тот же. Причиной дефицита стало нарушение логистических цепочек. Бумагу иностранного производства перестали привозить в Россию, а отечественным производителям бумаги перестали доставлять химикаты для ее отбеливания. Наши ритейлеры проявили чудеса изобретательности. Они начали ввозить в страну товары без согласия их правообладателей. Это называется параллельный импорт. То есть импорт, который осуществляется параллельно официальному без разрешения правообладателя. Товары, ввезенные таким способом, еще часто называют товарами серого рынка. Прибегают к нему не только бизнесмены, но даже и Министерство промышленности и торговли. В апреле 2022 года ведомство опубликовало приказ, который разрешает параллельный импорт большого количества товаров от почти 100 производителей. Среди них марки зарубежных автомобилей, BMW, Toyota, Audi, техника Apple, Samsung, оборудование для разных отраслей, одежда, бумага, косметика. Теперь многое из того, что мы видим на полках магазинов, доставляется нам не напрямую из стран, где продукция производится, а через соседние страны, где продажа осуществляется легально. Самый яркий пример того, как мы научились находить решения на фоне введенных санкций, это рынок авиаперевозок. На начало 2022 года российские авиакомпании имели в своих парках более 800 самолетов. Около 500 из них находились в лизинге. И после начала СВО иностранные инвесторы потребовали их вернуть. Сразу после этого Путин подписал закон, согласно которому стала возможна перерегистрация этих авиалайнеров в России. И самолеты не вернули их владельцам, и они остались в стране. Теперь эти самолеты не могут приземляться в странах, где их могут вернуть владельцам, но они туда и не летают, а используются на других маршрутах. Но как обслуживать эти самые самолеты и где брать для них запчасти? Решение нашлось и тут. Сперва старые самолеты стали разбирать на детали для новых, а затем обслуживание работающих самолетов начали проводить в Иране. Теперь Аэрофлот ремонтирует свои аэробусы именно там. Вдобавок к этому были официально снижены требования к техническому оснащению самолетов, как в случае с автомобилями. По правилам авиационной безопасности, пилоты и бортпроводники всегда были обязаны фиксировать в бортовых журналах все отказы техники и неисправности. Но теперь, согласно новым постановлениям авиакомпании, неисправности можно вносить только с разрешения командиров воздушных судов. Это, как объясняют эксперты, было сделано для того, чтобы не отправлять в простые самолеты с неисправностями в салоне. Ведь летать они по-прежнему могут. Все пассажиры, которые потенциально могут летать или летают российскими авиалиниями, должны понимать масштаб проблемы. Несоблюдение одной мелочи, другой мелочи, десятой мелочи, рано или поздно может, не дай бог, привести и к трагедии. Еще одним способом справиться с нехваткой товаров стало упрочнение связи с соседними странами и новые торговые партнерства. Среди них теперь Иран, Китай, Кыргызстан, Армения, Турция и Казахстан. За последний год экспорт товаров из Китая в Россию увеличился больше, чем вдвое. До 2022 года Китай обеспечивал около четверти российского импорта товаров, а сейчас этот показатель равен 40%. Когда я слышу, что вот вы попадете в зависимости от Китая, а вы не попадете, вы уже давно попали. Понимаете, в чем дело? В начале этого года Минздрав России составил список потенциально дефицитных препаратов. В него вошли 97 номинований. Среди них такие привычные, как йод, партетамол, иммуноглобулин. Позднее ведомство вышло с опровержением и сообщило, что никакого дефицита лекарств нет. Но некоторые препараты, не имеющие отечественных аналогов, все еще не появляются в аптеках. Один из них – тамоксифенгексал. Это препарат, который применяют при терапии рака груди. В январе этого года пациентки из 27 регионов страны пожаловались на то, что не могут найти его в аптеках. О дефиците препарата сообщали даже в Кремле. Но там подчеркнули, что в доступе остается российский аналог. Отечественным производителям нужно активнее, и нам, соответственно, нужно поддерживать продвижение лекарственных препаратов для того, чтобы формировалось именно импорт-замещение и объяснять, что лекарственные препараты абсолютно такого же качества. Как отмечают сами пациентки, принимать его из-за побочных эффектов, в частности, сильных болей в животе, практически невозможно. Мы обязательно снимем видео о том, как обстоят дела с лекарствами в России, но чуть позже. А прямо сейчас вы можете подписаться на нас, чтобы не пропустить другие разборы. Стоимость продовольственных товаров за 2022 год увеличилась более чем на 10%. Больше всего подорожали молоко и молочная продукция. Практически также рыба, морепродукты и макароны. Непродовольственные товары тоже подорожали в прошлом году почти на 13%. Заметнее всего выросли цены на моющие и чистящие средства, а также на табачные изделия, электротовары и медикаменты. Уже 9 лет в России активно занимаются импортозамещением. Когда речь заходит о пропаже тех или иных товаров, нас часто успокаивают, что это временное явление и советуют перестать пополнять полки впрок, чтобы не создавать искусственный дефицит. Все наладится, вот-вот заменим. Хочется верить, что это действительно произойдет. А пока можно привыкать к новым маркам, новым стандартам качества и большим ценникам. Субтитры создавал DimaTorzok